Можем у Зараспочет еще в Москве думать, что ССОВНОТЫХ ПРИНЦИПЕХ, ПРОИКИ ВЫКАЗАЛА, из УКРЕМА, ну и в частности по поводу членства Украины в Евросоюзе и в НАТО. Наверняка в Москве, когда следили за этими выборами, ну кто-то следил с воодушевлением, потому что далеко россиянам до таких выборов, ну а кто-то следил и абсолютно с другими чувствами. Есть ли связь с Москвой? Там Данил Русаков должен быть в эту минуту. Да, Дмитрий, я здесь на прямой связи. О, все замечательно. Ну просто у нас сегодня такой достаточно сложный эфир, когда не знаешь, что будет в следующую секунду. Спасибо большое, что присоединился. Скажи, пожалуйста, ну а как в Москве комментируют то, что происходит сегодня в Киеве, да и по всей Украине? Ну, на самом деле, украинские выборы для Москвы это что-то необычное, они живые, они с интригой. И действительно, результат непредсказуемый. Такого здесь как минимум последние 10 лет уже не было. И поэтому действительно это что-то необычное. Но, собственно, как бы что касается официальных российских властей, то они делают вид, что как будто бы это их не заботит. И, в общем-то, судьба украинских выборов их не волнует. Но это в какой-то мере лукавство. Вот, в частности, глава Кремлевской администрации Иванов заявлял несколько, вот буквально дней назад, это было накануне, что якобы, когда ему задали вопрос, признаете ли вы украинский выбор? Он сказал, что, ну, в общем-то, не беспокойтесь, признаем. Вот, собственно, этой формулировкой все и ограничилось. А, допустим, когда во время так называемого дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи к Путину тоже часто обращались с украинскими вопросами, он их, в общем-то, не сильно много не говорил. Говорил, конечно, по традиции про аннексированный Крым. Ну, и, собственно, все остальное было посвящено уже не столько Украине, сколько стандартным великодержавным формулировкам. Что касается российской прессы, то, действительно, она все вот эти вот высказывания российских политиков особо не тиражировала. Но, в частности, один из рупоров Кремля, газета «Комсомольская правда», опубликовала заметку, и, собственно, я сейчас даже позволю себе процитировать, как она называлась, обращусь к первоисточнику. Дело в том, что сам заголовок в стадии очень интригующий. Значит, украинцы выбирают между партией мира и партией войны. Одним из основных комментаторов выбрали Сергея Маркова, это известный политолог, любимый политолог Путина. И вот, в частности, он там делает вывод о том, что ему кажется, что якобы Украина поделена на две части. Причем одну он смело назвал националистической и антироссийской, а вторую часть он назвал почему-то демократичной. И, что самое интересное, то дальше, собственно, тот же самый политолог сообщил, что ему, по большому счету, кажется, что у этой так называемой второй части нет особо каких-либо перспектив для голосования. Ну что ж, там многие заметили в этом тексте огромное количество фактических ошибок. Я, опять-таки, обращусь к источнику для того, чтобы их привести. В частности, речь идет о том, что вот это вот замечание Маркова, оно мало похоже на название заголовка, который был, собственно, употреблен, что вызвало большую дискуссию относительно того, вообще присутствует ли какая-то логика в этом тексте. Однако, по большому счету, видимо, для пропаганды это не сильно и важно. Так отметились политики и прокремлевские политологи примерно такими заявлениями. Российская оппозиция, кстати, тоже следила за выборами. Их живо интересуют те события, которые сейчас происходят в украинском государстве. Я предлагаю послушать комментарии, которые мы смогли получить от представителей российской оппозиции на этот счет. В отличие от российских выборов, практически все оппоненты новой власти были допущены на голосование. Они все провели довольно динамичные избирательные кампании, вложили много денег в свои избирательные кампании. Не было никаких особых препятствий. Они были и на телевидении, и билборды у них были. И, в принципе, конкурентность выборов не вызывает сомнений даже в Кремле. Спасибо, Данил Лурсаков, наш московский корреспондент. С нами на прямой связи. Ну, вот узнали мы о том, как относятся к украинским выборам в Москве.